Всем привет и добро пожаловать на канал Экспириенс Геймс, с вами я Скиф, мы продолжаем играть в Дон Стар, Герой Низдарк. О, у меня тут какая-то свиня прибичевалась. Ты чё забыл, хряк? Надо его, кстати, чё-то с ним сделать, а то он же нам потом навредит. Когда будет полная луна, он отыграется на нас. Это прям как пить дать. И у меня еда уже просто тупо портится, потому что я дофига. А я чё-то переживал на эту тему, думаю, куда ж еду-то мою девать. А, давайте ещё одно ведро за бабашем. Так, фуд. Ещё ветёрка. Я думаю, достаточно пока что. И закончим наши посадки, наконец-то. И надо прогуляться. Мы до сих пор ещё не весь мир открыли. Вот в эту сторону надо прогуляться. Определённо. Зима, я думаю, уже скоро потихоньку закончится. Так или иначе, длиться ей вечно тоже не придётся, да? Так, оружие и всякое прочее у нас есть. Так, компаньоны мои. Чё у тебя там, Честер? Так, всякие полезности. Травишки. Давайте ещё траву посадим, да? Конечно, из меня, как я уже сказал, такой себе фермер. Ой-ой-ой. Чё-то? Чё там? Ладно, я как японец, они же там любят хаос. У них ничего же ровно в парках нету. Ну, насколько я помню, или знаю, или где-то слышал, или смотрел там. Как его там? National Geographic. Ну, чё-нибудь такое. Ладно. Я, наверное, нормально оправдание придумал своей криворукости. Будем считать. Зачтём это, в общем, за попытку. Да что ты, я даже ведром не могу попасть. Всё окей. Как-то так трава будет расти. Ну, и ветки, мы ветки посадим. Тут надо ещё будет зимнюю машину поставить, чтобы она вот это всё вокруг охлаждала. Надо льда надобыть, пока, кстати, зима. Это тоже нужно сделать. Да. Кстати, хорошо, что вспомнил. Сейчас между делом ещё и льда на раздобудем. И будет вообще всё шоколадно. Так. И так, отлично. Ну и так, стопа. Травища не удобряется. Ну, нет, так нет. Так, давайте мы их товарищей заберём. Так, за мной. И что, у меня золотая кирка есть. В принципе, сойдёт. Песок мы закидываем. Песка у нас много. Ведро. Куда тебе приспособить? Давайте сюда ведёрко отправим. Ну и ладно. Еда есть, всё есть. В Честере какие-то шмотки есть. Ладно, пускай и будут. Мы... Что мы сейчас идём делать? Мы идём, наверное, исследовать всё-таки. Лёд по дороге заготовим. В принципе, не сложно. А тут лёд есть. Ну и там по дороге есть. Ладно, посмотрим. Вроде как запчасти механические у меня есть. В любом случае можно будет сделать эту машину, чтобы там всё у нас не погорело летом, да? Их, наверное, штуки две даже надо, чтобы ещё ящики свои защитить. Они, мне кажется, немножко в уязвимой зоне находятся всё-таки. Лёд. Окей. Ну, льда, наверное, много нужно. В принципе, там... Так, чё у меня с камнями? Камни есть. Зачем я камни добываю? Пингвины уже смылись. А так они что-то свои яйца не оставили. Чё-то им не понравилась зимовка, что ли, в данном месте. Чё это они? Так, факелы есть. А, шапка не у тебя? Так, не у тебя. Чё-то я забыл посмотреть, где у меня шапка. У меня ещё куча гнили, можно ей удобрять на самом деле. Чтоб те же вёдра не переводить. О, кирка пришла в негодность довольно быстро. Ладно. Ну, давайте немножечко ещё льда на раздобудем. И всё-таки дальше пойдём. О, даймонд. Отлично. Это ещё и... Алмазы можно пофармить. Вообще круто. По-моему, у демона можно будет что-то на алмазы выменять. Ну, того, который там таится. Мне писали, по-моему, что 10 штук надо. Ладно, посмотрим. Здесь какая-то информация на Википедии. Мне, по-моему, даже ссылочку скидывали. Потом разберёмся. Стоит ли овчинка выделки. Вроде как даёт кольцо, которое превращает вас тоже в демона. На какое-то время. По-моему, паладин и так машина для убийства. На самом-то деле. Особенно под своими бафами всякими. Не думаю, что ему прям так это необходимо. Ещё в кого-то превращаться, чтобы навалять кому-то. Как по мне, паладин довольно крут. Оу. Так, ну ладно, 40 хватит. Чё я тут заморачиваюсь на самом деле. Идёмте исследовать. Еды я тогда мало взял, конечно. Ну ладно. Не беда. Я думаю, проживём с тем, что есть. Сколько-то времени, во всяком случае, точно. В том, если что, съедим там гломера. Оу, навоз. Так, я теперь в фермере заделался. Можно и навоз собирать, в принципе, чё бы нет. И надо двигаться в эту сторону. Ещё лёд. Чё-то ток до 14-го левела. По-моему, ещё какой-то спел должен открыться. Я уже не помню. Так, у меня тут два свиточка есть. Если вдруг какой-нибудь циклоп приволокётся. Я бы, кстати, был не против. По-моему, циклопа довольно просто будет шатать. И надо всё-таки алхимический стол. Я вечно про него вспоминаю. Что его надо сделать. Но никак не сделаю. А там всё в топливо ужаса упирается. Потому что его тупо нету. О, гриф вылез. Ну и мы чё делаем? Мы движемся сюда, попутно собирая ягоды. В принципе, почему бы их не пособирать, да? Ночь уже покороче становится. Она была совсем уже длинной. Сейчас как-то это всё более приемлемо. О, что тут за речка разлилась? Так, это значит мы на полуостров бежим. Нет. Значит, нам в другую сторону. Где-то ещё пингвины тусуются. А, нет. Бо-бо-бо, это же это, блин, птица дурацкая. Нафиг она нужна? Мне кажется, у меня одного файкла явно недостаточно. Сразу берём второй. Этих кустов я около себя насадил. Можно, конечно, ещё накопать насадить. Но темно. Я могу этим потом заняться, в принципе. У меня же некоторое количество этих кустов есть. В принципе, пока что хватит. Ой, ягоды. Почему не пособирать? Если что, он на худой конец, если мы тут надолго задержимся. Что, сомнительно. Можно будет тех же ягод покушать, и всё окей будет. Чё-то, мне кажется, не так и много я тут пропустил. Я бы не прочь каких-нибудь тентов ходячих найти. Я бы пофармил деревяшек. Топлива этих. О, о, о. Паучок. О, морковка. Сто лет не видел. Чё-то этих морков, по-моему, в этом мире не очень много. Кого он там ест, паук? Чё ему там не имётся? Так, ладно. Где-то здесь должен быть свороток. Как мне кажется. Чё-то как-то пока так себе. Ничего вообще не находим. Ну, попутешествовать надо. Надо уже тут конкретно разведывать. Уже 93-й день на дворе. Думаю, давно пора бы это сделать, да? Пчёл может у кого-то себя ещё настроить. Как вариант. Ох ты ж. Пошёл на этот лес. Твою налево. Так, нет-нет-нет, темнота. Не вариант. Капец-ка, эта ночь долгая. Два факела не хватило. Ух ты ж. Ещё и мороз прихватил. Смотрите-ка. Здесь чего это? Так, факел заберём. Еду у меня вообще на валом. По крайней мере, мы еды насобирали. Не то, чтобы какой-то там... Какая-то необходимость, вернее, да, была в еде. Но всё же. Ух ты ж. Караты тут стырят всё, что могут. А, хочу ли я около себя пчёл ставить? Вот в чём вопрос. Нужен ли мне мёд? Наверное, нет. Я и так лечусь. И с едой каких-то проблем нету. В общем-то, необходимость пчеловодства просто отпадает. Больше заморочек. Да, зима уже совсем ушла. Какой-то последний такой холодок, походу, финальный был. Босс к нам тоже не пришёл. Так, вот, кстати, в таком лесу, по-моему, эти деревья бывают жуткие. Или не в таком. Ну, мы нашли ответвление. Может быть, довольно большим. И, по-моему, я кучу продуктов переведу, потому что я уже кучу их нашёл. Ну, ладно, ибо нефиг подрасти. И заодно кусты по срубам. Раз уж такое дело, да? Морковку. Блин. Ну, будем еду потом, наверное, на гниль переводить и удобрять. Походу, так и получится. Что-то у меня тут и морковки полно. Так, ещё кусты. Ещё морковка. Пипец. Тут какие-то кролики, что ли, обитают. Или зайцы. Дикое стадо. Что они так столько морковки развели? Там ещё кусты, тут кусты. Отлично, я себе кучу кустов насажу. Я, по-моему, вопрос с едой вообще сейчас порешаю так конкретненько. Морковочка. И этот полуостровик явно не такой большой, как мне хотелось бы. И на нём явно нифига интересного. К большому такому сожалению. Блин, опять темнеет. Ну, что за фигня? Хочу лето уже, а? Ну, не лето, имеется в виду, а осень, весну. Что-то такое промежуточное. Не надо мне жары, конечно. Здесь жарой мы можем бороться. Там надо починить этот зонтик. Чё-нибудь ещё там такое эдакое сделать. А у меня ещё одежда была. В общем, на лето мы тоже, в принципе, подготовлены. На лето можно проще всего уйти в какие-нибудь подземелья. Да и всё. У нас есть доспехи, которые с жарой справляются. Ну, так, неплохо. Вот здесь ещё что-то может быть. Вот здесь вот прям дофига мы не исследовали, да? Но я не думаю, что сейчас стоит сюда прям углубляться. Я хотел вот здесь разведывать, я это сделал. Имеет смысл, скорее всего, идти обратно. Сажать то, что мы понабрали. Еду. Так, еда ещё портится. Да, она уже не хилит так, как должна. Так, спальник. О, у меня же кустов с перебором. Интересно. Ладно, ещё один куст. И закрытый сундук. Вот гадость. Блин, а я ключей не взял. У меня, по-моему, были ключи. Ну, теперь мы знаем, что здесь сундук. Нам всё равно сюда придётся так или иначе идти, поэтому... Я думаю, этот сундук попозже откроем обязательно. Ну, а сейчас можно тупо домой возвращаться. И каким путём это будет наилучший вариант. Давайте пройдём через болото, раз мы рядом ещё камыша насобираем. Почему бы и нет? Ох ты ж. Неужто так холодно? А, это выкопаем. Так, туда скинем. И что-то у меня подозрительно мало... Дров. Ну, ладно. Это, в принципе, такое дело. Пойдёмте дальше. Я думаю, достаточно погрелись. Паутины у меня много. О, нежить. Так, нежить долго не живёт. Вот эти кости, как нам... Удалось выяснить полезные. Как минимум, чтобы создав... О, ключ! Чтобы создавать этим... Господи. По-по-по-по-му, вёдра с удобрениями, да? Так, паутина. Я не знаю. Давайте паутины возьмём. И пойдёмте тогда к сундуку всё-таки. Что у нас там в сундуке? Паутинки, ладно, немножко соберём. Лишней-то точно не будет. Ну, и тогда костёр тут поддержим. Сейчас мы к нему придём. Темно всё равно. Можно ещё что-нибудь срубить. Давайте откроем. Так, хорошая броня. Свиток, который я всё равно не могу прочитать. Как это мило. Так, это тоже к тебе закинем. Ну, давай вот доску потратим на растопку. Чтобы у нас прям тепло и хорошо-то было. А, ледяная броня. Ммм, может её одеть мы вообще мерзнуть не будем, да? Как вариант. Ледяной брони, по-моему, у меня ещё не было. Это круто. Я такой викинг реальный. Забавно он выглядит во всём этом. Ну, хорошо, ладно, пойдёмте. Не буду, наверное, отсиживаться тут. Так, где мой факел? Так, мои зато компаньоны все спать завалились. Чуть-чуть сразу спать. Так, как нам тут пройти? Так, чтобы ещё и камыши пособирать. Ну, и не отхватить между делом. Это, конечно, тут запросто. Насколько я помню. Тут знатные места, где можно повыхватывать. Не менее знатно. Так, нафиг эти щупальца. И надо следить за факелом. На самом деле, он довольно скоро прогорит. Тогда начнутся вот настоящие проблемы. Что-то болотный монстр на меня как-то сразу согрелся. Как будто ждал, зараза. Это совсем, блин, не очень. Оу, тупик. Замечательно, конечно. Оу. Блин, а. Жесть какая. Могли навалять меня. Но не судьба. Так, давайте подпалим. Пускай страдает болотный монстр. Надеюсь, это ему доставляет некую боль. Так, там меч какой-то. Ну, там, по-моему, стрёмное что-то. Не особо интересное. Ну, давайте на меч глянем. Я уж точно не помню. Может, я заблуждаюсь. И тут что-то хорошее. Какой-то даггер. Так, взамен чего тебя? Давайте взамен одного этого. Так, хорошо. Так, что за даггер? Хе-хе, как это... Что за перочинный ножик? Смотрите, реально какой-то перочинный ножик. Так, кости возьмём. А, что, не нужны? Так, не понял. У меня же были где-то, да? Смотри-ка, что нету. Так, а где вы, чудовище? О, ключик. Так, интересно. Взамен чего бы тебя... Так, и нафиг мне этот спальный мешок на самом деле? Иди сюда, я тебя сейчас вот этим перочинным подчикаю. Да, он реально перочинный. О, он критует. Так, хилер-баночка. Отлично. Ну, блин. Так, лопату. Рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка. А, нужна ли рыбка? Так, перочинный нож выкинем. Давайте немного рыбу соберём. Запасаться едой, так запасаться. Вау-вау-вау-вау. Так, не очень. На сверху выход. Пойдёмте. Ну ладно. Ну вот этот меч, конечно, какой меч. Ножик, вернее, да, он какой-то совсем не очень. Чё-то прям не вдохновил меня ни разу. Ни на что. Так, и у нас сезон дождей явно. Ну окей. Так, ещё и подморозило, да? Давайте тогда что-нибудь тёплое оденем. Не вопрос. Зима ещё не хочет отпускать нас. Полноценно так. Окей, у меня вот эти ключики есть. Они, по-моему, и нужны, да, наверное, в подземельце. Может, не только они. Банка Хилл. У меня, по-моему, ещё были банки Хилла. И мы ещё вот здесь вот в обычном подземелье не лазили. Достаточно много. Это надо будет, наверное, насуществить как-нибудь. Так, перво-наперво еду скидываем. Да, у нас еды просто... Ау. Какой-то запас мега. Хорошо. Так, я ещё не всё скинул. Так, ключей хватает и таких, и таких. Дальше что тут? По банкам. Здесь ещё хилищая банка. Отлично. А это Хангер. Тоже неплохо. Где-то здесь брони не доставало. Давайте вот сюда броню скинем, к примеру, да. Паутина, да. Паутину я правильно что взял. Её не так много, на самом деле. Хотелось бы. Это огненный меч нужен. Нет, стилсворд. И, наверное, я оставлю его на всякий. Пожарный. Это тоже скинем. Это мы сейчас посадим. Даймонд. Где мои даймонды? Тут надо чинить что-то. Тут тоже надо чинить. Даймонды немного у меня. К сожалению. И чёрт ногу сломит, конечно. Надо порядок конкретный навести. Но как-то всё это не совсем просто. Ладно. Давайте кусты посадим ещё. Ну и в следующей серии пойдём уже куда-нибудь. А то как-то фермер сломану совсем не моё чё-то. Надо навстречу приключениям идти. А тут пускай растёт пока всё. Я думаю, дождик поможет. Чё, прикалываешься? Так, ладно. Отогреемся слегонца. А, и меня ещё заливает нафиг. А зонтика нигде нет? Хм, подлох. Не, ну тут точно зонтика нет? Твою налево. Одной этой свиной не хватит на зонтик, насколько я помню. А, нет, хватит. Две паутинки. Хорошо. А, паутина заместо дров. Хорошо. Дрова ещё нужны. Так, кусты у нас достаточно безжизненные. Надо что-то и с этим делать. Да что, к вас кусты, а? Ну, садитесь. Так. Замечательно. И сюда. И где-то у меня был... Был огниль, вернее. Будем на гниле выращивать. Почему нет? А, темнеет. Успею, успею. Всё, успею, успею. Успел. Так. Тут нифига, правда, уже не горит. Ладно, бывает. А где мои компаньоны? Чё-то я их не вижу. В смысле, а чё они там забыли? Занятные ребята. Так. Так. Ладно, давайте досок. У меня их много. Почему бы не потратить слегонца? И зачем я только снял зонтик? Окей. И стоит заняться готовкой, само собой. Можно прям вот так что-то приготовить хорошее, да? И это хорошее, конечно, мясное похлёбочко. В любом случае, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии отправимся в какое-нибудь подземелье, там придумаем. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться. Воу. На канал ставь лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok